Автомобильная дорога М-21 Волгоград-Каменск-Шахтинский Петляет, извиваясь черной змеей на просторах степного края Дорога входит в состав оригинального азиатского маршрута АН-70 А также является неотъемлемой частью европейского маршрута Е-40 Трасса М-21 пролегает по равниной и местами холмистой местности По пути трассы М-21 пересекает несколько больших рек Это Дон в районе города Калач-на-Дону Около Сауровики на реку Чир и Северский Донец возле города Белая Калитва В 7 километрах на восток от города Белая Калитва Дорога пересекает еще одну реку, которая носит название Калитва Друзья, привет! Вы на канале Вселенная Beautiful World Меня зовут Голосюк Евгений Это проект География России И сегодня наша точка на карте будет хутор Крутенко на реке Калитва Река Калитва Река Калитва берет начало на границе Ростовской и Воронежской областей Юго-восточнее города Кандемировка Бассейн реки вытянут с севера на юг Имеет сильную и левобережную асимметричность Тихоструйная, светлая, словно краснодевица Осознавшая свою привлекательность и красоту Катит она свои воды к северскому донцу И течет она очень плавно, с округлыми поворотами Не торопится, по камушкам не шумит Течет так, словно дает зеленым берегам полюбоваться собой Здоровым румянцем розовеет ее лик под утренним солнцем Ласковой волной она гладит отмели до песчаные пляжи Как у всякой реки, текущей с севера на юг В начале пути правый берег отвеснее левого В средней части, начиная от Белогорки и Степановки Берега одинаково холмистые, с ровной растительностью Деревья, отступая от реки, укрываются сосняком и уходят за горизонт В нижнем течении, берега чередуясь, создают своеобразный красивый вид Деревья, отступая от реки, укрываются сосняком и уходят за горизонт Откуда река Калитва получила свое название? По одной из версий, название происходит от переселенцев, выходцев из Литвы Которые строили свои поселения на этой реке Другая, более красивая легенда, гласит о появлении и названии реки От имени прекрасной девушки-славянки, плененной половцами По легенде, в один из дней девушке удалось сбежать со своим возлюбленным Но нагнали беглецов, и спутник красавицы пал храброй смертью Прекрасная Калитва много дней проливала безутешные слезы Так на месте гибели воина появился чистый родник, превратившийся потом в реку Природа реки Калитва и по сей день радует путешественников и местных жителей По берегам можно видеть много разнообразной растительности Деревья, цветы, ягоды, целебные травы Питание реки в основном снеговое В нижнем течении Калитва судоходна В нее впадают реки Пугачева, Ольховая, Белый Яр, Меловая и многие другие Питание реки Калитва Хутор Крутинский Спрятан в посторонних глаз и проезжая мимо него по трассе Не каждый путешественник отыщет к нему дорогу По одной из версий хутор Крутинский был основан в результате никоновского гонения в Центральной России при разделении христианской веры Поэтому Крутинка имеет два кладбища Православное и Старообрядческое, очень старое Крутинка расположена в низине у реки Защищена вокруг от ветров горами Донецкого Кряжа С которых на десяток километров можно было вести обзор На курганах дежурили казаки На шестах и на вышках всегда была запасена сухая трава Которую зажигали при нападении кочевников в более старые времена А потом таким способом сообщалось о начале войны или других бедствий Вокруг Крутинки были левады, сады, огороды Практически не было свободного клочка земли Они были по всем балкам, кабане, сухой, крутой Они были по обе стороны реки У подножия Лазоревой горы, напротив мельницы, в пристине Хутор Крутинка у сбелокалитвинского юрта Возник не один на богатой рыбой и угодьем реке Калитва Одновременно обживались и другие хутора по реке Попов, Погорелов и многие другие Возникали они у реки по 4-10 домов А затем к концу 18 века насчитывалось до 30 дворов 19 век был ознаменован бурным ростом народонаселения Хутора имели до 120 дворов Причем во всех хуторах было половина иногородних То есть вновь прибывших Это были в основном ремесленники и наемные работники В том числе пастухи Первые поселения имели обширные подворья, разделенные потом переулками Затем появились улицы Начали строиться и заселяться до Крутой Балки Она ограничивала ширину хутора Хутор со временем стал расширяться вверх На восток между Балкой и рекой В сторону бугра Деление хутора на куток и бугор Соответственно на кутошников и бугорцев Было вызвано противоречие между старожилами и новыми поселенцами Дома свидетели прошлого Внутри них примерно была одна планировка Некоторые были с низами, как сейчас говорят, двухэтажные Но их было мало Все дома имели сенцы, коридор, отделявший улицу от комнат Внутри всегда первая комната, прихожая Вдали ее стен лавка Слева деревянная коровать, настил В углу иконостас Справа печка и вход в зал А за печкой заборка, отгороженная часть комнаты В зале спали взрослые, хозяева Передние старики или дети Но места менялись В заборке могли спать дети Хотя больше там доживали старики Возраст крутинки более 300 лет И все эти 300 лет люди сооружали постройки из камня Возили его с каменных карьеров, которых несколько вокруг хутора И сегодня они продолжают это же делать Говорят, плиты добывали зимой Забивая деревянные клинья в щели камней Попадала туда вода Замерзала и отрывала пласты камня Которых много в селе И вокруг на бывших левадах И сегодня порой стоят старчики Плоские каменные плиты вертикально Как немые свидетели прошлого труда людей Впечатления о хуторе? Ну не знаю Они такие Хутор маленький Ну как маленький Он большой Большой, но маленький Улицы узкие, асфальта практически нигде нету Есть одна асфальтированная улица Это улица Победы И выезд или въезд в хутор, как его назвать Все остальное это Дикое бездорожье Раньше видно лежала брусчатка Но от брусчатки уже ничего не осталось Очень много брошенных домов Очень много Много старых домов Казачьих Вот именно Такие, какие они были Какие их строили Но опять же от них остается практически ничего Сходив на разрушенную мельницу Я на самом деле был очень не в восторге от этого места Природа красивая Все хорошо Но люди Люди, вы живете здесь Вы просто сваливаете груды мусора Вдоль дороги к этому месту Возле реки Это все разлагается Стоит такая вонь Вы просто не представляете Я не стал там снимать Потому что дышать было просто невозможно Подумайте Вы живете здесь Вы живете в этом хуторе К вам приезжают дети У вас есть дети У вас появятся внуки Куда они будут приезжать? Зачем вы гадите у себя? У себя, можно сказать, во дворе Я не понимаю этого В этом хуторе я никогда не был Единственное, по проездам По трассе проезжал Видел эту надпись Крутинка Но никогда я сюда даже не заезжал Не был Это мой первый приезд в этот хутор И Он мне не понравился Мне не понравилось, как здесь все обустроено Я искал парк, чтобы записать начало Записать концовку Рассказать вам о хуторе Парка нету Никакого Кладбище Только что В общем Можно Можно приехать Порыбачить Приехать Погулять по окрестностям Но только уходить подальше От хутора Куда люди еще не добрались Куда они не высыпали мусор Где Чисто еще Мусор Много мусора Мусор кругом Жили в этих местах Братья Никитины Из хутора Рудакова Строили они Ветряные мельницы Когда накопили капитал То построили в 1908 году Греблю Плотину Через реку И мельницу Высотой с трехэтажный дом Для этого Открыли карьер Который с тех пор Называется провалом На мельницу Возили люди зерно Из многих хуторов В округе Мука получалась На мельнице Хорошей Потому что Оборудование Было установлено Современное Привезенное Из Финляндии Переселившиеся Покровчане На свободные земли В хуторе Петровском Начали разводить Овец Свиней Коров Покупать косилки Сеялки Зерно Стали возить На водяную мельницу В хуторе Крутинский Что стоит На реке Калитва Друзья А вот и подошло К концу Наше путешествие По хутору Крутинка Оцените наше видео Поставьте лайки Дизлайки Оставьте комментарии Поделитесь видео В социальных сетях До новых встреч Путешествуйте с нами Путешествуйте с нами